Больше внимания мне хотелось бы уделить вопросам подготовки к единому государственному экзамену по истории. Начну с хорошей новости. Во-первых, экзамен несложный. Издать его можно, издать его можно на хорошую оценку. 80 по истории это очень и очень возможно. Начнем мы с вами с самых простых моментов. Но именно эти моменты, как правило, вызывают затруднения у выпускников школ, которые сдают экзамен по истории. Как правило, серьезно пугают вопросы, сопряженные со знаниями всеобщей истории, а не только истории России. Это вопрос номер один и вопрос номер один. На самом деле, вопросы, которые сопряжены с всеобщей историей, они очень простые. Первый вопрос, вы видите его образец в презентации, это расположение исторических событий в хронологической последовательности. Как правило, вам предлагаются события, которые серьезно друг от друга отстоят. И сосредоточившись, вы выберете правильную последовательность. И сомнений в этом быть не может, если вы немного уделите внимание событиям всеобщей истории, готовясь к взамену. Во-первых, список этих событий доступен, он опубликован, находится в широком доступе, вы можете его посмотреть. Проблема заключается в том, что часто выпускники пытаются просто выучить даты. И это не совсем верно. Даты, конечно, важны, их нужно знать, но просто даты пустые, цифры, они не помогут вам ориентироваться в историческом пространстве. Как же выучить эти события? Конечно, список вы должны всегда иметь перед глазами, чтобы выучить ровно то, что от вас будет требоваться. Но я бы советовала вам использовать стандартные мимонические приемы, которые, безусловно, вам советуют и ваши родители, и ваши школьные учителя. Я предлагаю вам делать карточки, такие обычные карточки. На одной стороне картонной карточки, небольшой очень, вы пишете дату, на другое событие и, возможно, его краткую характеристику. И постоянно тасуя эти карточки в свободную, любую свободную минутку, на переменках, когда едете в транспорте, вы будете вот так непринужденно эти события в памяти своей откладывать. Еще один древнейший мимонический прием – это триады. Объединяйте события в тройке, и вам их будет легче запомнить. Причем в тройке можно объединять не только даты, можно объединять явления, процессы, имена, наконец. Допустим, три великих полководца Екатеринической эпохи, или три полководца Крымской войны, или три крупных народных восстания. Что-то в этом есть. Еще один очень важный момент. События всеобщей истории перестанут вас пугать, если каждый из них вы привяжете к каким-то событиям из истории России. Это облегчит вам ориентирование в историческом пространстве. Потому что ни для кого не секрет, что всеобщая история часто оторвана от истории России. Так наша программа уж испокон века сложилась. Поэтому очень часто, когда выпускнику задаешь вопрос, когда Колумб открыл Америку, то ответ получаешь правильный. А на вопрос, а что в это время в России, повисает пауза. Причем такая бесконечная. Поэтому очень важно привязать события всеобщей истории к каким-то событиям из истории России, для того, чтобы они для вас не были пустыми. Условно говоря, вы выучили дату взятия крестоносцами Константинополя, то есть 204-й год. Вы обязательно должны сразу подумать, какой у вас должен сигнал из истории России присутствовать именно в это время. Это княжение Псеволода Большой Гнездо. Когда вы таким образом связали, то вам будет гораздо легче сориентироваться на экзамене. Ровно те же советы относятся к вопросу номер 11. Вопрос номер 11 – это один из самых дорогих вопросов. Я имею в виду ту часть, которая не требует развернутого ответа. Поскольку, если вы правильно на него отвечаете полностью, вы получаете 3 балла. При этом вопрос номер 11 выглядит пугающим. Это таблица, большое количество вариантов. И тем не менее, на экзамене нужно просто успокоиться и внимательно посмотреть на то, что вам предлагается. Вас пугают то, что вы не можете не помнить события всеобщей истории. От вас требуется всего-навсего сориентироваться по веку. Это очень и очень несложно. Вот перед вами пример такого вопроса. Ну, конечно, я думаю, вы найдете без труда события истории России, которое произошло в 16 веке. Но вас могут немножко пугать пункты В и Д. Но установив век княжения Ярослава Мудрого, безусловно, вы все его знаете, вы, конечно же, найдете правильный ответ на вопрос. То есть, да, 11 век, битва при Гастингсе, нормандское завоевание Англии – это те события, которые вам всем хорошо известны, и они не должны, вот нисколько должны вас смущать и пугать. Итак, подводим итог. Мы, прежде всего, не боимся всеобщей истории. Мы сможем сориентироваться в историческом пространстве, связав события всеобщей истории с событиями из истории России, которые вам хорошо знакомы и которые не вызывают у вас никаких сложностей. Таким образом, вы просто расставите плашки на карте и будете хорошо ориентироваться в этих вопросах. Итак, вопрос 11 – это не проблема. Пойдем дальше. Одна из таких серьезных задач, которая стоит перед выпускниками – это умение анализировать исторический источник. В Едином государственном экзамене достаточно вопросов, касающихся анализа исторического источника. Вам нужно датировать источник, определить эпоху, определить события, с которыми связан данный текст. И это всегда несложно, потому что вам совершенно не обязательно знать, как выглядит тот или иной текст. От вас совершенно точно не ждут владения этим текстом. В любом из этих текстов всегда есть указатели на конкретные события, на конкретную эпоху. И просто внимательно его прочитав, может быть, прочитав несколько раз, может быть, оставив и вернувшись к нему несколько позже, вы совершенно точно найдете правильный ответ. Важно, это очень важно, внимательно текст прочитать, потому что большая часть ошибок по этим вопросам связана с тем, что абитуриент рубит с ключа. Он не читает внимательно текст, как вас обычно учат читать текст филологи или, например, преподаватели иностранных языков. Вас учат читать текст с карандашом. Вы должны подчеркнуть ключевые моменты в этом тексте, те моменты, которые наведут вас на правильный ответ, даже если вы точно не уверены с самого начала. Итак, залог вашего успеха – это внимательное прочтение текста. В части экзамена, который требует развернутого ответа, вопрос с 20 по 23, тоже связан с внимательным прочтением текста. Но для вас очень хорошая новость. Эти вопросы, как правило, не вызывают никаких затруднений у выпускников. И значительная часть тех, кто пишет этот экзамен, получают максимальные баллы. Ну, может быть, иногда ошибки в датах, если просто датировать документ. Ну, здесь, конечно, нужно просто даты знать только и всего. И еще важный момент. Он заключается в том, что на экзамен вам дается времени не просто достаточно, а значительно больше, чем достаточно. У вас есть время поработать с документом. У вас есть время документ внимательно прочитать, все подчеркнуть. Главное, не торопитесь. И успех, он обязательно придет, во всяком случае, в этих вопросах. Да, я забыла сказать вначале, прошу прощения, у нас работает чат. Вы можете свои вопросы задавать в чате, и, по возможности, я буду на них в течение нашего вебинара отвечать. Ну, а пока идем дальше. Самый, наверное, сложный вопрос, в той части, который не требует развернутого ответа, это карта. Вам предлагается карта, и по ней вопросы с 13 по 16. И статистика показывает, что именно эти вопросы вызывают у абитуриентов очень много затруднений. С чем это связано? Это связано, друзья мои, с тем, что вы не умеете читать карту. Ну, вот, простите меня, ну, вот так случилось. Хочу вспомнить знаменитого героя Канвизина, Митрофанушку, который предупреждал, что география ему совершенно не нужна, потому что его очки его доведет. У Митрофанушки не огрозилось давать единый государственный экзамен ни по географии, ни по истории. Поэтому мой вам совет, даже не совет, а настоятельная рекомендация. Когда вы готовитесь к экзамену по истории, вы никогда не расстаетесь с атласом. Что бы ни происходило, какую бы тему вы ни разбирали, вы обязательно перед глазами держите атлас. Все карты, которые вам могут быть предложены на государственном экзамене, совершенно точно связаны с курсом, обычным стандартным программным курсом. Поэтому, если вы не расставались с атласом, вы однозначно карту опознаете. Когда вы смотрите на карту, да, вот я вам приведу простой пример карты, то чрезвычайно важно опять проявить внимательность и очень внимательно карту изучить. И не только карту, а еще ее легенду. Ну вот здесь я легенду не привозила, дабы вас не путать, но значительная часть информации содержится на карте. Например, вы не перепутаете эпоху, если внимательно посмотрите на название стран. Вот классический пример, не с этой картой связанный, да, путают Первую мировую войну и Вторую мировую войну. Посмотрите внимательно на карту. Если вы видите слово империя, значит речь точно идет о Первой мировой войне, да, ни в коем случае не о Второй, когда речь идет о Российской империи. Вот сейчас перед нами с вами карта, которая относится к Восточной войне. Если вы точно знаете, где находится Севастополь, и, например, вы, может быть, не точно знаете, где находится Синопская бухта, но ваших знаний географических хватает для того, чтобы понять, что это Малазийское побережье, то вы правильно, да, ответите на вопросы, что обозначено цифрой 4 и что обозначено цифрой 5. Еще важным моментом является легенда. В последнем вопросе, сопряженном с картой, очень часто есть пункт, который сопряжен с легендой. Внимательно изучите легенду, посмотрите, куда ведут стрелочки, посмотрите, какого цвета стрелочки, там они белые или черные. Очень внимательно отнеситесь к легенде, и карта вас не подведет. Вы правильно ответите с большой вероятностью. Но для того, чтобы эта вероятность была большой, вы должны обязательно готовиться к экзамену вместе со своим атласом. У вас должен быть простроен визуальный ряд карт, вы должны карту представлять себе очень хорошо. Если вы не знаете, да, где находится Псков относительно Новгорода или Владимир относительно Москвы, то ваши блестящие знания по средневековой истории Руси могут оказаться совершенно, да, невостребованными именно на этих вопросах. Я надеюсь, что я вас убедила, что атлас это очень важно, и теперь мы двинемся дальше. Еще одной проблемой абитуриента являются вопросы по культуре. Это вопросы с 17 по 19. Что же нам делать с культурой? Ни для кого не секрет, что очень часто в курсах истории культура пропускается, оставляется на самостоятельное обучение, в надежде на то, что отдельно есть курс в мировой художественной культуре в ряде школ и так далее. Что делать? Работать. Да, самостоятельно изучить культуру возможно. Для этого нужно сделать конспекты, самостоятельные конспекты по темам развития культуры. Для того, чтобы сделать конспект, вполне достаточно вашего учебника по истории. Еще раз повторяю, единый государственный экзамен не выходит за рамки школьной программы. Этого вполне достаточно. Но вы должны обязательно проработать, сделать конспект, написать его от руки, потому что я настаиваю на том, что хорошо запоминаются только те факты, та информация, которая была вами отрефлексирована. И когда вы составляете конспекты, может быть вы будете составлять их пространными, может быть краткими, вы волей-неволей запоминаете эту информацию, эти факты. Очень несложными являются вопросы по соотнесению. Достаточно будет вам написать конспекты по всем темам, касающимся культуры, то есть начиная от древнерусской культуры, заканчивая развитие культуры во второй половине 20 века. И вопросы по соотнесению вы совершенно точно разрешите абсолютно правильно. Но есть вопросы, которые касаются иллюстративных рядов. Это те вопросы, которые требуют, чтобы вы опознали те или иные произведения искусства. Для того, чтобы их опознать, нужно обязательно сопровождать конспекты визуальными рядами. В наше время это совершенно несложно. Вы открываете Яндекс.Картинки или подобный сервис любой поисковой системы. И каждое произведение искусства, которое упоминается в учебнике или в конспекте, вы находите, рассматриваете с разных ракурсов, сохраняете по возможности эту картинку. И впоследствии, когда готовитесь, прочитываете свои конспекты, вы пытаетесь запомнить, как выглядят те или иные произведения искусства. Это чрезвычайно важно. Если вы не визуализировали произведение искусства, оно так и останется для вас несуществующим. Если вы не знаете, как выглядит храм Христа Спасителя, вы не сможете правильно ответить на вопрос о нем. Вот простой пример. Перед вами четыре памятника архитектуры. Вам нужно выбрать те памятники, которые построены в XIX веке. Это верхние два. И, конечно, если вы визуализировали конспект, который делали по культуре, вы знаете, что это храм Покрова на крови и Исаакиевский собор. А два нижних относятся явно к XVIII веку. Это явно произведения Распрелия, церковь Сельский дворец и Трезиния. И, конечно, еще таким важным моментом является при проработке вопросов по культуре работа со стилем. Это важно все-таки знать, какие характеристики у барокко, какие характеристики у классицизма, рококо и так далее. Поскольку вы можете, например, на экзамене не опознать точно то или иное произведение искусства, но совершенно точно определить, что это, например, барокко по внешнему виду, от вас просят произведение XIX века. И вы помните о том, что барокко – это век XVIII. И вот здесь вы не ошибетесь, если вы, по крайней мере, знаете характеристики каждого из стилей. То же самое касается и живописи. Вы, создав визуальный ряд для себя, совершенно точно отличите академизм от передвижников. Нет никаких сомнений. Итак, совет. Делаем конспекты по культуре и каждый из них визуализируем. Создаем у себя на компьютере папку с изображениями тех памятников культуры, которые вы должны знать, исходя из требований школьной программы и, соответственно, Единого государственного медали. Ну, теперь перейдем к вопросам части, требующей развернутого ответа. Как я уже сказала, я не буду останавливаться отдельно на вопросах с 20 по 23, потому что они не вызывают, к счастью, затруднения у наших выпускников. Самыми сложными являются, одновременно дорогими, то есть самыми высокими баллами, являются вопросы 24 и 25. Вопрос 24 – это дискуссионная проблема, которая вам предлагается. И вы должны привести аргументы «за» и аргументы «против». Ну, казалось бы, вопрос несложный, и тем не менее, вот именно здесь выпускники, как правило, теряют баллы. Первый момент, на что нужно обратить внимание, чтобы баллы не потерять. Во-первых, внимательно посмотрите на вопрос. Я все время сегодня говорю слово «внимательно», «внимание» – это действительно очень важно. Поскольку на экзамене вы находитесь в стрессовой ситуации, и ваше внимание может быть рассеяно, что не очень хорошо. Поэтому нужно себя научить заранее, когда вы готовитесь к экзамену, внимательно читать вопрос. Например, зачастую выпускник читает вопрос, да, и не обращает внимания на то, что конкретно от него требуется. Например, от него могут требоваться какие-то социальные процессы, а он будет характеризовать и аргументировать политически. Или наоборот. Вот здесь вы совершите ошибку совершенно непростительную, да, вы потеряете все возможные баллы, просто неправильно прочитав вопрос. А поверьте мне, статистика говорит, что это вполне распространенное явление. Итак, первое. Мы внимательно читаем вопрос. Мы обращаем внимание на то, что конкретно от вас хватает. Следующий момент. От вас требуется два аргумента за, два аргумента против. Приведите больше. Вы, возможно, не проиграете. Потому что очень часто, очень часто абитуриенты, наши выпускники, считают, что двух вполне достаточно. А эксперт так не считает. Поскольку аргументы могут являться звеньями одной цепи. Например, или один аргумент будет утверждением, а второй фактическим подтверждением этого утверждения. Вот это тоже важный момент. Специалисты из ФИПИ всегда на это обращают внимание и говорят о том, что когда вы аргументируете, вы должны не только привести общее утверждение, например, положение крестьян было облегчено. Но и какой-то факт, который подтверждает это утверждение. Скажем, был принят закон о запрете в барщине в воскресном. Вот на это обратите, пожалуйста, внимание. Нельзя ни в коем случае ограничиваться либо фактом, либо общим утверждением. Всегда должно быть утверждение и его фактическое подтверждение. Аргументы должны отличаться друг от друга. Они не должны друг друга развивать. Они не должны являться звеньями одной цепи. И самое главное, они должны быть обоснованными. Просто общее утверждение, общая фраза, что вот было облегчено или, например, стало тяжелее положение какое-нибудь, ограничиваться ни в коем случае нельзя. Или, например, я вам привожу внутрь политический курс, ну чей-то курс, можно считать ректорным или можно считать либеральным. Поэтому вы утверждаете, что были приняты реакционные меры в области просвещения. Вы обязательно должны подтвердить, что это за меры. Например, примет новый университетский устав, который ограничил автономию, или если мы о либеральном режиме говорим, расширил автономию университета. Был принят цензурный устав, который и так далее. То есть обязательно вы подтверждаете. Ну и еще такой момент, конечно. Не ограничивайтесь двумя аргументами. Пусть эксперт сам найдет ваши правильные элементы ответа. Не успокаивайте себя тем, что вы два написали, и этого достаточно. Попробуйте проработать больше, чем два. И я думаю, что вы не проиграете. О, и последний вопрос, о котором, конечно, больше всего говорят, это вопрос 25-й эссе. Сразу, поскольку 24-й вопрос, я вижу вопрос в чате. При указании фактического материала, но без года, не снимут ли с меня баллы. Сразу вам хочу сказать, что проверку проводит эксперт, живой человек. И в каждом конкретном случае эксперт определяет, имеет значение конкретная дата. Она может быть очень тонкой, или не имеет значения конкретная дата. В данном случае это определяет эксперт. Потому что есть даты, которые являются общеобязательными, есть даты, которые, скажем, факультативные. Итак, переходим дальше к эссе. Вам нужно указать два значимых события, явления или процесса, две исторические личности, две причинно-следственные связи, не менее двух. И оценить влияние этих событий или процессов на дальнейшую историю России. Первое. Я хочу обратить ваше внимание, что вам предлагается написать все-таки эссе. Не нужно воспринимать вот это вот задание, да, как план. Об этом тоже всегда говорят эксперты в ФИПе. Вы не должны просто вот идти по плану. Так, сначала у нас значимые события, потом я расскажу о личностях, потом о причинно-следственных связях. Почему? Потому что в этом случае вы потеряете балл по седьмому критерию, который требует от вас, чтобы изложение было ясным, последовательным, и оно представляло собой историческое сочинение. Стало быть, вы излагаете материал так, как вы должны были бы его излагать, например, при ухном ответе. Вы излагаете последовательно, тем, чтобы это был связанный рассказ, а не просто элементы ответа. Вот события, вот личности, да, и вот их последствия. Как же готовиться к двадцать пятому вопросу? Ну, несмотря на то, что вопрос самый-самый дорогой и, безусловно, очень-очень значимый, подготовиться к нему можно, и, наверное, это самый предсказуемый вопрос единого государственного экзамена. Вы знаете, что вам предлагаются периоды истории России. Количество этих периодов ограничено в силу того, что, да, мы изучаем нашу историю с Древней Руси до, ну, почти до наших дней. Нетрудно догадаться, да, что вам будут предложены какие-то события, да, вернее, периоды с значимыми событиями в истории России. Поэтому я советую вам начать готовить двадцать пятый вопрос уже сейчас. Вы должны разбить всю историю России на периоды. Ну, конечно, когда речь идет о древней и средневековой истории, руководствуйтесь темами вашей программы, которые закреплены в ваших учебниках. Далее можно руководствоваться такими признанами, как годы правления тех или иных властителей, да, и периоды внутри этих дат, внутри лет правления. Допустим, там, Александр I до войны 12-го года, после войны 12-го года, Екатерина до Пугачевщина, после Пугачевщина и так далее. В любом случае, я советую вам писать, ну, давайте назовем это так, конспекты, хотя это не что иное, как заготовки, а как топики такие, темы. Писать, их обязательно нужно писать. Я настаиваю на том, что ни в коем случае нельзя использовать клавиатуру для этого. Пожалуйста, пишите от руки. Причем пишите именно так, как вы написали бы это на экзамене. Сами сформируйте себе список периодов. К счастью, большой банк заданий на сайте ФИПИ открыт, и вы эти периоды можете увидеть в заданиях. И вот по ним составьте конспекты. Количество периодов ограничено, их будет не так уж и много, этих ваших заготовок. И подготовка этого конспекта, она решит очень-очень много задач. Потому что вы, готовя вот эти вот эссе, будете, конечно же, описывать важнейшие события, важнейшие явления, и таким образом подготовитесь к той части, которая не требует развернутого ответа. Вот по эссе я вижу вопрос в чате, можно ли указать в эссе события во внешней политике, относящиеся к одному направлению, тем самым связав их таким образом. Вот, честно говоря, не очень поняла вопрос. События во внешней политике, да, внешнеполитические события, конечно, можно указывать, безусловно. Ну вот насчет связи, я просто не очень поняла, как сформулирован вопрос. Если вы поясните, я буду признательна. Пока продолжу. При подготовке конспектов обязательно ориентируйтесь на те критерии оценивания, которые есть в открытом доступе. То есть это тот критерий, которым пользуется эксперт. Так, вижу пример, да, по вопросу из чата, который я... Восточный вопрос, русско-турецкая война и крымская война. Крымская война, насколько я понимаю, тоже русско-турецкая. Да, безусловно, вы связываете таким образом, то есть причинно-следственную связь вы выстраиваете именно так все правильно. Восточный вопрос, да, это такой блок важный, да, включающий в себя большое количество проблем, которые являются катализатором конспектов войны, конечно. Восточный вопрос. Так, следующий вопрос, да, причинно-следственные связи отдельным абзацем или в... Я ничего не рекомендую писать отдельными абзацами. Лучше вы все это в таком вот изложении, в противном случае будет нарушена логика, и вы потеряете балл по седьмому критерию. Поэтому я не советую вам в 25-м вопросе тезисность. Все-таки лучше такое вот связное изложение. Главное, чтобы эти причинно-следственные связи были эксперту очевидны, чтобы вы простроили свой ответ таким образом, что было видно, где причина, да, события, и какие последствия оно имело. Ну, в конечном итоге, не забывайте, что вы же в конце своего эссе делаете вывод. Не бойтесь в этом выводе даже повториться. Ничего страшного в этом нет. Если вы вдруг повторитесь, это не воспрещается, и эксперт вас за это не накажет. Ни в коем случае. Продолжаю, да, про критерий. Смотрите, где вы можете потерять, да, если вы называете только одну личность, или, например, называете не одну личность, но не характеризуете конкретные действия этой личности. Вот это важные моменты, о которых вам расскажут критерии оценки. То есть прежде чем сесть за конспект по 25-му вопросу, посмотрите, как вас оценят. Что требуется эксперту? На самом деле, эксперт единого государственного экзамена, он точно так же, как вы, ограничен определенными критериями. Он должен найти элементы ответа в вашем сочинении. Ему тоже очень непросто. Поэтому для того, чтобы грамотно написать эссе, поставьте себя на место эксперта, чтобы вы, да, желали видеть именно по тем критериям, по которым он оценивает. Еще такой важный совет. Интернет кишит какими-то готовыми материалами, готовыми сочинениями, в том числе готовыми эссе по 25-му вопросу. Вот я вас очень прошу, уважаемые гостиники, не нужно, не нужно ими пользоваться. Читать не возбраняется. Но когда вы начнете писать конспекты по 25-му вопросу, делайте это сами, используя не чьи-то готовые варианты, а литературу. Пусть это будет даже учебная литература. Это может быть ваш школьный учебник, вузовские учебники и истории. Но не чьи-то заготовки. Не нужно переносить чужих ошибок себе. Кроме того, только то, что вы проработали сами, то, что у вас выболело, только это даст результат. Только тогда вы запомните события, только тогда вы запомните их характеристику. Да, должна признать, что в настоящее время изложение по-русски часто вызывает затруднения у наших выпускников. Это связано с изменением программ, в том числе программ по литературе. Масса здесь причин, поэтому я никогда не подумала, что я это посоветую. Сейчас ситуация такая, что советую. Используйте клише. Вот так же, как в иностранном языке, вы используете какие-то клише, старайтесь запомнить. Клише, ну, разумеется, это должны быть хорошие клише, которые вы увидели в трудах ученых или в очень хорошей учебной литературе. Сейчас попробую ответить на новые появившиеся вопросы. Как должна выглядеть роль личности? Роль личности должна выглядеть следующим образом. Вы должны охарактеризовать конкретные действия той личности, которую вы выбрали. И вы должны оценить, каким образом эта личность повлияла на те или иные события. Ну, вот пример. Скажем, вы характеризуете XVI век. У вас там период правления Ивана Гродного. В качестве второй личности, ну, обычно характеризует государя и еще кого-то. В качестве второй личности вы выбираете Андрея Курбского. Вот вы можете описать события, связанные с реформами избранной Рады. Курбский был членом избранной Рады. Вы напишите о том, что Курбский является автором истории о великом князе московском, о том, в чем он обвиняет Ивана IV, какие противоречия непримиримы. Ну, и, наконец, вы можете описать то, что Курбский переходит на сторону противника во время Ливонской войны. И этот факт является одним из ключевых моментов в изменении внутриполитического курса и переходу к опричному, например. Вот конкретные действия. И совершенно не обязательно, чтобы этих действий было много. Вы можете выбрать одно конкретное действие. Участие в каком-то, например, военном событии важном, в дипломатическом, во внутриполитическом. И, например, вы берете, скажем, у вас, вы характеризуете период, сопряженный с великими реформами. Вы хорошо помните события, связанные с военной реформой. Вы выберете Милютина, охарактеризуете его. Вот именно его участие в разработке реформ, в подготовке реформ. Именно за этим и нужно писать заготовку, нужно писать конспект. Потому что вы, как правило, неплохо помните про государей, но вот второго человека вспомнить порой очень тяжело. Нет, точнее вы помните, и вы помните много личностей, но их конкретное участие вы можете не помнить. Или какие еще ошибки с личностями происходят зачастую. Например, все вы прекрасно понимаете, кто такой Михаил Михайлович Спиранский. Но смотрите внимательно на период, который спрашивается. Потому что Михаил Михайлович Спиранский занимался разработкой проекта конституционных преобразований в царствовании Александра I, а в царствовании Николая I Михаил Михайлович Спиранский занимался кодификационными работами и подготовкой свода законов Российской империи. И вот здесь нужно не перепутать, да, потому что для вас Спиранский, ну, Спиранский, вот у него такое количество заслуг. Вы должны точно не перепутать период, и его роль в данных событиях подчеркнуть. Вы должны обязательно конкретно участие указать. И вот здесь еще, кстати говоря, может крыться еще одна ошибка, еще одни потери. Потери, связанные с фактическими ошибками. Если вы не делаете фактических ошибок, вы получаете дополнительные баллы. Часто фактические ошибки таятся там, где мы их не ждем. Но нам кажется, что все же правильно, да, а на самом деле может быть фактическая ошибка. Я договорила про Спиранского, да, очень часто мы читаем, он руководил вторым отделением, собственно, его императорского величества, он не руководил, он занимался кодификационными работами, он руководил кодификационными работами, но главу второго отделения нет. Вот вы можете об этом не знать, да, и не помнить. Тогда лучше избегайте каких-то суждений, чтобы не делать фактические ошибки. Так, еще один вопрос в чате вижу. Могут ли они засчитать события, если они покажутся недостаточно крупными? Опять же, здесь каких-то вот железных рецептов нет. Все-таки эти события должны быть достаточно крупными для того, чтобы вы сумели оценить их влияние на дальнейшую историю России. Потому что не забывайте, вам нужно сделать выводы с опорой на факты исторические и с опорой на мнение ученых о дальнейшем влиянии, о дальнейшем развитии. И вот здесь тоже нужно установить связь. Поэтому все-таки выбирайте те события, последствия которых вы сможете охарактеризовать. Зачастую бывает, знаете, в работах видишь какие-то такие краеведческие пассажи, когда выпускники занимаются наукой, в научных обществах учащихся, состоят и пишут какие-то краеведческие работы, и вот эти краеведческие пассажи появляются. Но они зачастую не выглядят выигрышно в глазах эксперта. Не пытайтесь поразить эксперта своей эрудицией. Все-таки вы должны, ваша первейшая задача, написать эссе таким образом, чтобы эксперт счел возможным вам поставить высший балл. Не забывайте еще раз повторяю, эксперт точно так же связан критериями, как и вы. Это особенность формата экзамена. Любой экзамен, заключенный формат, имеет вот такую вот черту. Она может быть не всегда позитивная, но давайте не забывать, что в данном случае мы избегаем каких-то объективных обсуждений. Так мы с вами договорились о том, что мы делаем конспекты по 25 вопросу. Мы пишем их самостоятельно от руки. Еще один очень важный момент. Давайте будем избегать фактических ошибок. Если вы не помните точно дату, не указывайте ее. Не помните точно инициалы исторической личности, не указывайте их. Обойдите. Не помните точно, как называется документ, постарайтесь обойти его. Ну, классический пример, рескрипт на Зимову. Бывает указ на Зимову, приказ на Зимову. Это фактическая ошибка. И вот таких моментов нужно постараться избежать. Что я хочу вам еще посоветовать, да, это такая вот, как теперь принято говорить, плюшка. Я надеюсь, я не вижу презентацию, но я надеюсь, что вы ее видите. У высшей школы экономики, да, вот, теперь я вижу. Большое спасибо технической службе. Спасибо, что вы меня видите и слушаете, это я вас не видела. У высшей школы экономики есть школа исторических наук. И эта школа исторических наук выложила в открытый доступ большое количество видеолекций. И я вот от всей души вам рекомендую лекторий, который ведет Игорь Александрович Данилевский. Вы сейчас видите адрес, по которому можно пройти, да, ссылочка, пройти по ней и найти. Ну, вы можете просто через поисковик найти этот лекторий. Во-первых, это очень интересно, невероятно интересно. Если вы любите историю, вам это очень понравится. Это небольшие 20-минутные лекции. Они не нудные, они очень занимательные. Они помогут вам ваше знание закрепить. Они подготовят вас к эссе. Потому что очень часто, да, решить, кто будет второй, третьей, там, не знаю, личностью, которая вам нужна в 25-м вопросе, вы с помощью Игоря Александровича выберете. И я вам просто советую их смотреть. Ну, может быть, не все, может быть, какую-то часть. Я от всей души понимаю, что вы очень заняты и у вас очень напряженный период. Ну, знаете, вот есть у вас минутка, опять же, едете в транспорте, вы все теперь с интернетом, пьете чай, просто перед сном посмотрите лекцию. И не конспектируя ничего, если вы не считаете нужным, просто посмотрите ее. Более того, у от вас в 25-м вопросе требуется сослаться на исторические факты, разумеется, готовить, когда именно вы не овладеете. Но еще хорошо бы сослаться на мнение ученых. Если вы сошлетесь на мнение Данилевского, это будет прекрасно. Он является классиком отечественной науки, классиком при жизни. Поэтому, я думаю, эксперта оценит вашу эрубинскую в данном случае. Я очень рекомендую вам обратиться к историческому лекторию. Заметьте, я не рекомендую вам никаких онлайн-курсов по отечественной истории, хотя они тоже есть, на открытом образовании их можно послушать. Вот посмотрите, именно лекторий, он полезен именно для 25-го вопроса. Вот это как раз то, что нужно. Ну и еще один момент, да, я не вижу пока больше вопросов, еще один момент, о котором бы мне хотелось сказать. Это тренировка. Любой экзамен, особенно экзамен, который имеет формат, важно тренировать. Разумеется, вы тренируетесь, я уверена, что, во всяком случае, мои слушатели, которые сейчас со мной, да, это те люди, которые хорошо знакомы с сайтом ФИПИ, они смотрят видео лекции их и пользуются открытым банком заданий. Это делать нужно обязательно, особенно по тем вопросам, которые слабоваты могут быть в вашем понимании. Это может быть карта, это может быть культура, да, это может быть вопрос, которые затяжены в общей истории. Но, кроме этого, я рекомендую вам попробовать написать экзамен в экзаменационной обстановке. Это можно сделать в высшей школе экономики. Тренировочный экзамен по истории состоится 30 марта 2018 года, начало в 10 утра. Стоимость экзамена 600 рублей, вы можете записаться на сайте и попробовать себя в экзаменационных условиях. Вам будет дано ровно столько времени, сколько дается на экзамене, вы пройдете все проверки, которые проходят перед экзаменом, вам создадут почти такую же стрессовую ситуацию, вы познакомитесь с новыми бланками, они новые в 2018 году, это как раз тоже важный момент, обращаю ваше внимание, потому что бланк для развернутого задания теперь односторонний, ни в коем случае нельзя писать на обратной стороне, в противном случае вам ничего не зачтут. И вы потренируетесь, вы поймете, насколько важен черновик, нужно, значит, его заполнять в черновике, это обязательно, чтобы не возникало никаких ошибок при переносе в бланк ответа. Ну и, конечно, вы просто попробуйте свои силы. Ваши работы будут проверены, будет дана экспертная оценка, и вы получите консультацию с экспертом. Это тоже важно, и на консультации сможете задать интересующие вас вопросы. Поэтому тренируемся, обязательно тренируемся. Привычка к формату – это тоже одна из важных особенностей подготовки. Да, мы должны привыкнуть к формату. Решать, 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 постоянно писать заготовки, постоянно давать себе работу. Времени до экзамена у нас еще немало, и при надлежащей самой дисциплине я уверена, что все получится. И еще раз повторяю ту самую хорошую новость, с которой я начала. Экзамен несложный. Формат, который работает последние два года, он очень-очень приемлемый. Он ни в коем случае не выходит за рамки школьной программы. Он не требует от вас каких-то невероятных усилий по подготовке. Терпение, буквально немного терпения, самодисциплина, и вы подготовитесь к экзамену, я в это верю. Я желаю вам удачи. Если сейчас в чате я больше не вижу вопросов, если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы можете к нам приходить в Высшую школу экономики, нам писать, нам звонить. У нас есть форумы. Вот еще один вопрос появился, но я пока не вижу. Верно ли, что в СССР, так, одобряю, да, сейчас секундочку. Верно ли, что в СССР дано три периода из трех эпох? Русь, имперский период, новейшее время. Это хороший вопрос. Да, как правило, у нас есть период древней и средневековой Руси, период Рансийской империи и 20 век. Но это нигде не прописано. Поэтому надеяться на то, что мне достанется древняя Русь, а я ее точно прекрасно знаю, не стоит. Я вам советую готовиться по всему периоду. Еще вопрос по... Да, не рассчитывайте на то, что вот я империю точно знаю, и мне повезет. Не нужно. Вы можете в данном случае себя подвести. Где можно дать все даты всеобщей истории? В Яндекс.Поисковике забиваете просто даты всеобщей истории для ЕГЭ по истории, и вы получаете весь список в разных вариантах растиражированный. Взять несложно. Если у вас есть... Ага. Если есть еще какие-то вопросы, мы буквально еще несколько минут в эфире, я готова на них отвечать. Спасибо вам большое за высокую оценку моей работы. Итак, еще раз повторюсь. Если у вас что-то есть наболевшее, да, вы что-то хотите узнать, что-то хотите спросить, какие-то, может быть, хотите практики получить, пожалуйста, приходите к нам. Мы открыты, мы вас ждем, и всегда готовы вам помочь. Форумы, наши телефоны, наши адреса. Моя фамилия Ложка Орева, меня зовут Мария Евгеньевна. Мой адрес есть на сайте, вы меня найдете всегда. А, еще один вопрос. Во второй части могут быть вопросы по всеобщей истории. Нет, во второй части, в части, требующей развернутого ответа, вопросов по всеобщей истории, ребят, нет. Всеобщая история – это вопросы номер 1 и 11. Но хочу я вам сказать, что когда мы входим в новое время, если мы не ориентируемся по всеобщей истории совсем, то внешняя политика России для нас будет огромной проблемой. Поэтому ориентирование во всеобщей истории нужно обязательно. Вот прям вот обязательно, преобязательно. Иначе вы будете прихрамывать. Можно шпоры сделать для первого и одиннадцатого заданий. Прекрасное слово «шпоры». Я бы не советовала вам делать никакие шпоры. Я все-таки говорю о заготовках и конспектах. Речь идет именно о том, чтобы вы потренировались писать. Кроме того, мы хомо сапиенс, и письмо от руки – это важнейший наш манимонический прием. Поэтому, когда мы пишем конспект, мы воленс-ноленс запоминаем информацию. Это очень-очень хороший, старый, проверенный метод. Вот. Кстати, говоря, да, ссылку на лекции просят сейчас возвращаюсь. Вот у нас ссылка на лектории Данилевского. Пожалуйста, посмотрите. Что-то хотела еще сказать. То есть шпаргалки делать не надо. Не, не нужно. Никаких шпаргалок, боже упаси. Мы просто пишем конспекты, мы готовимся к экзамену таким образом. Шпаргалки – это нехорошо. Шпаргалки пишут за одним, не чтобы им пользоваться, а чтобы запоминать материал. Да. Я настаиваю на том, что мы хомо сапиенс, и это единственный, самый лучший способ запоминания. Да, еще хотела сказать. Есть разные приложения к смартфонам для подготовки к ЕГЭ. Вот у меня спрашивают, вы рекомендуете или не рекомендуете? Я не рекомендую. Вот лично я не рекомендую. Вполне возможно, что я просто устарела. Но я до сих пор уверена, что тот формат экзамена, который существует сейчас, он все-таки таков, что готовиться к нему следует все-таки с помощью учебной литературы, карт, видеорядов и конспектов. Спасибо вам большое за внимание. Я была очень рада, что у меня была сегодня такая широкая и активная аудитория. Я еще раз желаю вам удачи и жду вас у нас в Высшей школе экономики. Всего доброго. До свидания.